МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей в студии Игорь Белышев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субсидии наше всё. Запорожцев готовят к очередному повышению тарифов. Флаг над школой. Как один ученик сделал патриотами всю гимназию? Опять двойка. Металлург Ю-19 потерпел очередное поражение. Вижу цель, не вижу препятствий. Как добиться желаемого? Жители Запорожья готовят к очередному повышению тарифов. Теперь на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Тепловики уверены, что рост цен на услуги неизбежен. По предварительным подсчетам, тариф на отопление увеличится почти на 75%. За метр квадратный в тех домах, где нет приборов учёта, жители рассчитываются в отопительный сезон. Ежемесячно тариф этот составляет на сегодня 8,31 за метр квадратный. Плановый размер его увеличения до 14 гривен 53 копейки. То есть отопление, прогнозные величины, рост на 74,8%. В течение двух лет тепловые счётчики обещают установить во всех запорожских многоэтажках. А горожанам рекомендуют активнее оформлять субсидии. В апреле вместе со счетами на оплату услуг жители Запорожья получат бланки заявления и декларации, необходимые для оформления этой социальной льготы. Их необходимо заполнить и отправить в районное управление социальной защиты. Так вы сможете узнать, полагается ли вам субсидия. Отопительный сезон продолжается. Несмотря на рекомендации правительства отключить отопление 1 апреля, в Запорожье решили действовать согласно старой проверенной схеме. Когда среднесуточная температура на протяжении трёх дней будет выше плюс 8, закончится отопительный сезон. На данный момент, на сегодняшний день, такого критерия ещё не было. Многие потребители, такие, допустим, кооперативные дома, ОСМД, на сегодняшний день прекратили отопительный сезон по заявлениям. То есть люди отказались и догреваются электрообогревателями. Но это право потребителя и полностью всем объектам, только всем домам. По предварительным прогнозам, отопительный сезон в Запорожье завершится не ранее Пасхи. Нет закрытым пространством. Теперь общаться с водителями сотрудники ГАИ будут исключительно на свежем воздухе. Если ранее дорожные инспекторы могли пригласить водителя к себе в машину, то теперь приказ департамента ГАИ это запрещает. Таким образом, руководство собирается бороться с возможными злоупотреблениями со стороны подчинённых. На сегодняшний день при составлении административных материалов на нарушителей правил дорожного движения по указанию руководства департамента ГАИ нашим инспекторам запрещено приглашать в салон патрульных автомобилей водителей для составления административных материалов. Данное указание направлено в первую очередь для того, чтобы исключить любую коррупционную составляющую в отношении между инспектором и правонарушителем. Украинский флаг как символ мира и единства. Ученики одной из запорожских школ уже год ежедневно поднимают жёлто-голубой стяг перед учебным заведением. Инициатор – ученик 11 класса Михаил Панченко. Об истоках этой традиции и её будущем в материале Ирины Погоренной. Каждый день ровно в 9 часов утра перед началом занятий Михаил поднимает флаг Украины. Он учится в гимназии номер 25. Говорит, этот жёлто-голубой стяг появился здесь не случайно. Реком назад волонтер Василь Бушаров раздавал прапори. Раздавал их, но с условием, что они будут подниматься где-то над Запорожжем. Або с квартиры, с балкона. Я решил, что нужно поднимать его над школой. Зазвичай их поднимают в период государственных свят, но мы решили сделать эту традицию каждый день. Такую процедуру Михаил проделывает со дня аннексии Крыма. Флаг – это своеобразный отпор всем пророссийски настроенным гражданам. Начали появляться на территории Украины российские прапоры, начали появляться прапоры Новороссии, ЛНР, ДНР. Поэтому мы решили показать, что здесь Украина, что Запорожье – это Украина. Сначала поднятие флага лежало полностью на плечах инициатора. Когда все только начиналось, когда я сам этим занимался, была такая приказка среди администрации, что если прапор не подняти, значит Михаила в школе нет. Затем к инициативе подключились и остальные ученики гимназии. Ребята считают, поднимать флаг Украины гордо. Эта процедура проходит каждого ранку. Кто первый придет в школу, то и поднимает. Выкликает очень патриотичные впечатления. Потому что с сегодняшней ситуацией на Украине, каждый из нас должен понимать, что свободы Украины много значат для нас. И наша школа очень патриотична. Несмотря на то, что за год флаг немного истрепался, менять его не собираются. Теперь он символ их гимназии. Традицию поднятия флага обещают передавать из поколения в поколение. Например, после выпуска Михаила ежедневно поднимать желтый-колубой стяг будет его младший брат. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. Артокоптер или экскаватор для артиллеристов. Запорожские волонтеры сегодня официально передали бойцам 55-й артбригады специальную инженерную технику. Говорят, что она поможет украинским военным в максимально короткие сроки укрепить огневые позиции. Подробнее в материале наших журналистов. Экскаватор Победы. Так называют запорожские волонтеры этот автомобиль. Средства на его приобретение собирали всем миром, доставили из Чехии. Экскаватор Татра 83-го года выпуска. Теперь он официально в распоряжении запорожских артиллеристов. В первую очередь, ваша батарея была оборудована нормальными позициями, чтобы этот экскаватор работал на дневных позициях, чтобы он сохранял вам жизнь и чтобы он вам помог побить. Бойцы гаубичных батарей уже испытали его на передовой. Результатом остались довольны. Мы за три дня закопали четыре батареи. Там он был в одном участке, находился два дня работы. Ну, по сумме брать, чтобы работать часов у нас. Потом в другую батарею поехал. То есть, там все быстро. Раньше, если взять так, то это где-то уходит три дня. Это только на то, чтобы вырыть окопы на огневых позициях. Лопатную для личного состава. То есть, там не думаешь, что землянки пока, только окопы, чтобы защитить самого себя. Укрепление позиций тыла – также одно из основных заданий на передовой. Поехали, узнали по поводу того, насколько нужен экскаватор. Как в других бригадах происходит. Где кто живет. Наши там в палатке среди открытого поля. Другие бригады в блиндажах. Захожу в этот блиндаж. Блиндаж большой. Одна печка, буржуйка. Тепло очень. Хотя на улице там дубарь – кошмар. Стоимость экскаватора, или как сами волонтеры его называют, артокоптера – 180 тысяч гривен плюс 800 евро. К этой сумме прибавляем расходы на топливо порядка 20 тысяч гривен. Средства на его покупку собирали всего несколько месяцев. Каждый украинец помогал, чем мог. Самая большая, по-моему, 15 тысяч. А так и 6 гривен было, и 100 гривен было. Но это же абсолютно кто сколько может. Бойцы бригады уже успели модернизировать новую технику. Перекрасили в более нейтральный болотный цвет. Говорят, будут его беречь. И уже ждут следующего технического подкрепления от волонтеров. Ирина Погоренная, Юрий Васильченко, ТВ5. Телеканал ТВ5 продолжает следить за ситуацией в зоне АТО. Эксклюзивные материалы, интервью с военными, их теплые приветы родным, информация из первых рук. А также шокирующие последствия необъявленной войны, колоссальные разрушения, гуманитарная катастрофа, реальные истории жизни в выпусках спецпроекта «Донбасс сегодня». Не пропустите. Режим прекращения огня, ожидания и реальность. Что сейчас происходит на Мариупольском направлении? Бои в поселке Широкино. Интервью с бойцами 37-го мотопехотного батальона и мирными жителями Донецкой области. Смотрите в спецпроекте телеканала ТВ5 «Донбасс сегодня». Понедельник, 19.45. Запорожская писанка. В рамках фестиваля «Запорожье. Город с яйцами» в Национальном заповеднике Хортица провели мастер-класс по росписи писанок. Гуцульскими традициями запорожцами делилась мастер народного искусства Анна Селявина. А как это было в сюжете Юлии Козыряцкой. Когда писанки начинаете писать, должны думки хороши будут. Что задумаете, вам должно исполнится и помолиться Богу. Маленькая комната в домике на Запорожской Сечи полностью забита людьми. Запорожцы пришли на мастер-класс по росписи писанок к известной мастерице, настоящей гуцулке Галине Селявиной. Видите, одну заполняете, все лишаете. Все заполняете, все лишаете. И так само через одну она будет кольор. Мастер-класс Галина проводит не сама, с ней ее младший сын Иван. Мальчик учится расписывать яйца уже год. Говорит, получилось все не сразу. Первые три писанки испортил. Сейчас же получается намного лучше. Последняя краска – это черная. Когда в нее кидаешь, надо вот тут растопить и стереть. И потом будет разноцветная выходить. Перед тем, как расписывать яйца, их нужно тщательно помыть и высушить. Варить яйца не нужно. Ведь гуцульская писанка – это оберег. Я сама называю на принтерщине, с косой, с короюд. Там без писанки великих дней нет. Нема ни одного кошка, чтобы писанки не было у кошек. Это и оберег, и звичай такие. Это оберег домашний. Но писанка святится. Целый реку натримаю. Оберег больше никаких не требует. Яйца расписывают воском с помощью специального прибора «Писальца». Основные цвета в росписи писанки – это желтый, красный и черный. Краски для яиц Галина готовит сама. Краски варятся, у нас, я вам рассказываю, как. Есть желтая квитка, заново, которую ты варишь. Но эту квитку нужно сварить с яблони солодкой, где дерево, потом кора. А под корой называется мясо. Не кора верхняя, а мясо. Вот эту мясо струешь, варишь, потом эту квитку – это желтая краска. Очень важно, что именно изображено на писанке. Ведь каждый символ имеет свое значение. Знаю, что сказали, что дуб – это здоровье, если ты дуб. Желтый, гелку дуба, здоровье рыба, воля. Люди на то, где вольно. Ну и кольори там имеют значение, уже рассказывали вам. Зелень – это весна, синяя – вода, желтый – земля. Роспись писанки – это очень кропотливая работа. На роспись одного яйца уходит около трех часов. После мастер-класса писанки выставят на аукцион. Собранные средства пойдут на помощь бойцам АТО. Юлия Козыряцкая, Андрей Снесаренко, ТВ5. Помогать другим. Этому с самого детства учат в учебно-воспитательном комплексе «Мрия». Коллектив детского сада принял участие в акции «Пасхальная корзина на передовую». Взрослые собрали для запорожских солдат продукты, а дети смастерили пасхальные поделки. Запоздавшую весну здесь решили позвать песнями и хороводами в соответствии с народными украинскими традициями. Прививать детям любовь к своей истории необходимо с самого детства. Для большего колорита все участники праздника одели традиционные украинские костюмы. Также для детей подготовили выставку пасхальных писанок. Каждая из них с уникальной символикой. Традиционно узор на писанке несет определенное пожелание. Чтобы семья была дружная, с виноградной гроздью дарили. Если где-то не было детей, обязательно с птицами дарили. Чтобы солнышко пришло, солнышко рисовали. Весна пришла, чтобы птички прилетели, поле вспахали, а потом дождь пошел. Засеяли, поседили овощи, чтобы урожай был. Все они говорящие. Вдоволь напевшись и натанцевавшись, дети взялись за поделки. Сегодня у них важная задача – сделать подарки для украинских солдат из зоны АТО. Тут надо склеить, вот так у нас было склеить, тут надо склеить и приклеить цветок, а здесь надо связать на узел. Мрия не впервые помогает украинским бойцам. В этот раз здесь решили присоединиться к благотворительной акции «Пасхальная корзина на передовую». В зону АТО собрали традиционную пасхальную корзину, а детские поделки станут приятным дополнением к вкусному подарку. Это больше духовная, больше частичка тепла, больше такое что-то сакральное, писанка. Вот хочется, чтобы досталось во все бригады, все. Частички тепла для солдат были готовы за считанные минуты и тут же отправились в руки волонтера. Вот такие нехитрые детские поделки вместе с традиционными пасхальными продуктами скоро отправятся к запорожским бойцам на передовую. Екатерина Свериденко, Руслан Шевченко, ТВ5. Писанка-гигант. В Запорожье расписали двухметровое пасхальное яйцо. Несколько дней над ним трудились пять мастеров. Теперь готовая работа отправится на всеукраинский конкурс писанок в Киев. Какое оно получилось у запорожцев, видели наши корреспонденты. Это яйцо из стекловолокна размером в человеческий рост. Расписать его, признаются авторы работы, было задачей не из легких. Писанку участникам прислали из Киева. Чтобы преобразить ее, конкурсантам дали всего пять дней. Главное условие – на ней обязательно должен быть образ хранительницы и что-нибудь символизирующее область. Мы очень долго думали, как представить Запорожскую область. Поэтому вы видите этот образ. Запорожская область – это степ. И какие кольоры для степа? Это желтый, помаранчевый, зеленый, коричневый. Над созданием запорожской писанки трудились трое взрослых. Такое занятие оказалось по душе и двум детям. Работу закончили сегодня ночью. Тогда же и придумали название – Хорсицкая хранительница. Ее изобразили на самом заметном месте. Украсили писанку и три символа области, один из которых – конь, как знак свободы и воинственности. У нас тут расположен птах. Птах – это символ добра, счастья, воли. Еще у нас расположен символом Запорожького края – это листя дуба. Листья дуба – это наша Запорожья область. Это только для Запорожьей области притамание листья дуба. Запорожская область будет соревноваться за звание лучшей писанки с 13 регионами Украины. Уже сегодня она отправится на Софиевскую площадь в Киев, где будет работать выставка. Чья писанка окажется лучшей, определят 8 апреля. Главной наградой для победителя станет денежный приз в размере 50 тысяч гривен. Евгения Маловик, Андрей Снесаренко, ТВ5. Продолжаем выпуск. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Без лишних разрезов. Современная технология в действии. Клякса полезна. Школьники подтверждают. Ливень, удаление и поражение. Молодежь «Металлурга» снова проиграла. Хочешь жить – умей вертеться. Наглядное пособие для курсов личностного роста. Новыми методами по старым болезням. В городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи продолжают лечить пациентов с помощью современных методов. Как сегодня можно эффективно и безболезненно избавиться от камней в почках, расскажет Галина Знаменская. Зоя Михайловна уже много лет страдает заболеванием почек. Впервые в отделение урологии попала еще 20 лет назад. Тогда начала лечиться терапевтическими методами. С подобными заболеваниями в урологическом отделении Запорожской городской клинической больницы экстренной и скорой помощи ежегодно обращаются около 4 тысяч человек. Попала первый раз в жизни в приемный покой. Они определили, что это у меня почки. Положили в урологическое отделение и сказали, что пила нефрит. И пошел песок. Вот это первый раз 20 лет назад было обнаружено так. Причина появления камней в почках и желчных протоках – неправильный обмен веществ, употребление некачественных продуктов питания. Влияет и загрязнение окружающей среды. Раньше при удалении камней медики делали сложный разрез. Сегодня же с помощью новейших технологий все делается через маленькие проколы. Сейчас в данный момент акцент отделения смещается на малоинвазивные методы лечения, которые дают возможность меньше пациента находиться на стационаре и меньше в соответствии с этим тратить средств на медикаменты. Выздоровление наступает в течение 3-4 суток и не применяются такие медикаменты, как наркотические аналитики. Такую операцию принесла и Зоя Михайловна. Женщина удивлена, что врачи не сделали ни одного внешнего разреза. Без всяких разрезов конкремент извлекается из мочеточника. Если он небольших размеров, если он крупный, то он фрагментируется на осколки, потом осколки извлекаются без всяких разрезов. Камни пациентки удалили 3 дня назад. Уже завтра Зоя Михайловна будет дома. А сейчас вспоминает, как зря переживала перед операцией. Как всегда, легкое такое дрожение. Но коллектив настолько радушный, настолько располагающий к больным, поэтому это все сгладывалось. А после операции, в общем-то, хороший уход персонала, забота докторов, капельницы, лекарства и все на высшем уровне. Пройти такое безболезненное лечение может каждый пациент отделения. Такие методы удаления камней из почек не причиняют вреда даже беременным женщинам. Первую кляксу поставили 20 лет назад. Популярная запорожская газета для школьников отметила свой юбилей. День рождения праздновали вместе с читателями в атмосфере веселья. Подробности расскажут наши корреспонденты. Я желаю тебе счастья, успеха, а главное, побольше читателей. И чтобы ты была такой же интересной, смешной, поучительной и любимой для всех людей. Спасибо большое. С газеты клякса выросло уже несколько поколений детей. И сегодня современные школьники собрались в библиотеке «Юный читатель», чтобы поздравить любимую газету с днем рождения. Уже 20 лет газета для школьников клякса радует своих читателей смешными рассказами и веселыми романтическими историями. Значит, начиналось все с того, что решили, что детям нечего читать. У меня были маленькие дети, и мне хотелось, чтобы у них еще появилась еще одна подруга. Так возникла идея, и 20 лет назад она была реализована. Среди постоянных читателей шестиклассница Оля. В честь праздника она сама сделала открытку. Тут у меня написано «Клякса тоже жива». Правильно. Она не клюзина. На другом боссе у меня намерены всем любви. Какая красота. Тут и с днем рождения клякса. Спасибо большое. Оля вспоминает, первый выпуск газеты год назад ей подарили в библиотеке. И с этого момента она старается не пропускать свежие номера. Там можно узнать всего интересного, можно прочитать истории и розыгрыши всякие. Не, там очень много всего. А школьница Ариадна на протяжении трех лет не просто читает газету, но еще и пишет туда свои статьи. Не раз также пробовала себя в роли ведущей в телепроекте газеты «Клякса» о школьниках. Я пишу в «Клякс» уже достаточно давно. Мне нравится писать статьи, нравится снимать передачи. О чем пишешь? Вообще о том, что волнует меня, о том, чтобы было бы интересно мне прочитать. То, что вообще волнует школьников, волнует подростков, волнует детей моего возраста. На дни рождения «Клякса» ребята 30-й школы повеселились от души. Их ожидали конкурсы и викторины с призами, увлекательные истории о том, как создаются газеты и дискуссии о пользе чтения. Дети отгадывали загадки, рисовали и даже сочиняли стихи. В недалеком будущем газета для школьников обещает стать еще интереснее и познавательнее для своих читателей. Евгения Маловик, Сергей Чалый, ТВ5. Кличко в тройке. Наиболее авторитетный в мире профессионального бокса журнал «Ринг» опубликовал очередной рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории. Украинець Владимир Кличко разместился в нем на второй позиции. Лидирует в рейтинге американець Флойд Мейвезер-младший. Замыкает тройку лучших филиппинець Мэнни Пакьяо. О других достижениях украинских спортсменов знает Руслан Левицкий. Вітаю, это спортивные новины. Дніпро зробил ваговую заявку на півфинал Кубка Украины с футболу. Дніпропетровцы уже в первом матче позбавили кубковых амбиций одеського черноморца. Команда Мирона Маркевича виграла 4-0. Інші пари чвертьфіналістів свої поєдинки провели раніше. Тарас Степаненко та італійський Лаціо. Таке поєднання бачить одне з друкованих видань Італії. Зараз римський клуб всерйоз претендує на участь у лізі чемпіонів. Іде на третьому місці у серії А. Щоб добре підготуватися до нового сезону, керівництво команди склало список потенційних придбань. В ньому ім'я вихованця запорізького металурга, а нині півзахисника шахтаря Тараса Степаненка. Така інформація може справдитися, оскільки контракт із донеччанами у футболіста закінчується влітку. Марні намагання. Футболісти юнацької команди запорізького металурга програли ще один матч першості України Ю-19. Вдома команда Миколи Сіновалова зустрічалася з Донецьким Олімпіком. Металург діяв більше через фланги, але свої атаки часто завершував незрозумілими подачами і жахливими ударами, як у цьому показовому епізоді. І все ж півтайму господарям вдавалося голодіти ініціативою. Але гола у свої ворота так і не оминули. На 19-й хвилині Дмитро Пуди обіграв трьох суперників і відкрив рахунок. Загалом Олімпік намагався використати вертикальні передачі у центр або стандарти. Іноді доволі авантюрні. У другому таймі груп сувала ще й злива. Команди почали втрачати м'яч частіше. Та забити могли обидві. Ледь не привіз собі гол воротар запоріжців Іван Олійник. Відразу після подачі з кутового чудом не вразив ціль Вадим Щасливцев. Увідтовід Кирило Демидов розібрався у ситуації і вистрілив надше з гармати. На жаль, для металурга від поперечений м'яч повернувся у поле. Був схожий момент і у Олімпіка. Капітану Донецької команди Станіславу Біленькому не пощастило збільшити різницю у рахунку. Трохи легше запоріжцям мало стати на 74-й хвилині. Червону картку отримав Ілля Глиняний. Олімпік зосередився на обороні і відстояв мінімальну перемогу. Металург програв третю гру з чотирьох останніх і перебуває на п'ятому місці турнірної таблиці. Запоріжцям у потилусю дихає Іллі Чівець. Саме з маріупольською командою 8 квітня на виїзді металург проведе наступну зустріч. Дмитро Непомящий, Руслан Шевченко, ТВ5 Не пощастило. На чемпіонат Європи з теквондо запоріжці затриматися не змогли. У російському нальщику Максим Домінішин програв у першому ж поєдинку. У вазі 80 кілограмів вихованця школи «Мотор Січ» вибив із турніру білоруський теквондист. Ще одна представниця запорізької школи Дарина Яковлєва боролася у категорії 67 кілограмів. Завдяки золотому балу вона зуміла перемогти суперницю із Польщі, але вже в наступній сутричці поступилася росіянці Анастасії Баришніковій. Вона потім і стала чемпіонкою Європи. Ці змагання були рейтинговими для Олімпіади в Ріо-де-Женейро. Серед 36 учасників збірної України лише Марина Конєва з Києва зуміла завоювати бронзу. Визначали учасників для збірної. На полях дитячо-юнацької спортивної школи «Металурга» відбулися заключні матчі чемпіонату Запорізької області з футболу серед спортсменів з вадами слуху. За звання чемпіона боролися менше десятка команд. Участвували 8 команд. Мелитополь, Дердянськ, Михайловка, «Энергодар» і команди «Запорозські», «Моторсич», у нас культивують этот вид спорта. Там целая цеха є, хлопця слабослышащих, які грають в футбол, «ЗТР», плюс детско-юншовська спортивна школа «Иммалидов», «Инваспорт» і команда «ОТОГ», тобто ветерани, які гравли раніше в збірній, хороші гравці, які захищали честь запорозького футболу на міжнародному футболі. Переможцем турніру стали футболісти команди «Моторсич». У фіналі вони з рахунком 4-3 обіграли збірну ветеранів. Третє місце дісталося колективу «Торпедо». За підсумками змагань були відібрані гравці до складу збірної області. Ця команда вже в найближчі дні змагатиметься в Одесі у зональному відбірковому турнірі до фінальної частини чемпіонату України. Запорізці поборються за одну з двох путівок із серйозними конкурентами. Нам потрапилась, як говориться, група смерті, але постараємося постражатися за перше-вторе місце. Тут серебряні олімпійські чемпіони – це Одеса, команда з 11 гравців, мастера спорту міжнародного класу, які на ДЕФ-Олімпіаді в Софії зайняли вторе місце. Тут 3-е місце чемпіоната України. Команда «Николаїв» – дуже укомплектована, тренирується, с хорошим бюджетом, участвують в чемпіонаті області. І команда «Дніпропетровська», то есть главний тренер Куніцца, тренер команди «Дніпропетровська». Тоже думаю, у нього свої амбиції, щоб попасть в «Войку» і в фінальної частини в «Полтаві» доказати, що одна є сильнішою командою. І команда «Дніпропетровська» – «Херсон». Херсон – команда середнячок, але, опять же, хочу сказати, що всі готовіться до цього турніру. І всі хочуть, щоб їхні игроки потрапляли в спортивні. Завтра у Запоріжжі стартує чемпіонат області сплавання «Містер Баттерфляй». Змагання пройдуть у басейні «Славуточ» спортивного комплексу «Моторсіч». Церемонія відкриття відбудеться о п'ятницю о 9 ранку. На ній буде присутній заслужений майстер спорту сплавання, стрібний призер Олімпійських ігор у Сіднеї, чемпіон Європи та світу Денис Селантєв. Змагання триватимуть до неділі 5 квітня. На турнірі візьмуть участь майже три сотні плавців. Переможець регіональної гандбольної ліги «Запорізька Січ» визначився достроково. У матчі 10-го туру ветерани ЗТР грали з хортою. На 15-й хвилині матчу ЗТР лідировав 9-4. Однак вже до перерви хорта зуміла відіграти цю різницю і навіть мінімально вийти вперед – 15-14. У другому таймі гра практично йшла м'яч в м'яч, а наприкінці зустрічі трансформаторщикам вдалося відігратися в один гол. Рахунок 27-26. Таким чином, після матчів 10-го туру ветерани ЗТР стали недосяжними для суперників. Здобувши дуже важку перемогу над хортою, ЗТР набрав 17 очок. А найближчий переслідувач команда ветеранів ЗАП програла молодим дублером з ЗТР. І тепер у них залишається на 7 набраних очок менше. Хорта ще має можливість помінятися місцями із ЗТР з Дюшор. Зірку Мюнхенської Баварії та збірної Німеччини звинувачують у домашньому насильстві. Жером Буатенг потрапив у неприємну ситуацію. Після восьми років спільного життя футболіст розлучився зі своєю подругою Шарін Зенлер, а двох дівчаток-близнят залишив у себе. Пара буде судитися за право опікуватися над дітьми. Проте ображена 25-річна жінка не стала сидіти, склавши руки. Вона звинуватила відомого футболіста в домашньому насильстві. Причому Зенлер заявила, що насильство в сім'ї було регулярним. А зараз Мюнхенська Баварія і без того відчуває проблеми з футболістами. Увівторок травмувався ключовий гравець Девід Алаба, який пропустить заключну частину сезону. А тепер у неприємну ситуацію потрапив щоден захисник Жером Буатенг. Я бажаю, щоб з вами подібного не траплялося. І на цьому в мене все. В студії працював Руслан Левицький. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую! Дякую за перегляд!